Ребята, всем доброе утро. Я сейчас вышла на террасу, буду здесь завтракать. Я сделала нам панкейкс, здесь у меня варенье с ежевики, нет, со смородины и немного ягод. Красная смородина, чайная смородина и штахольвер. Крыжовник. И буду все запивать таким вот чайком. Буду завтракать, это тоже кушает. Всем приятного аппетита. Сегодня все доедаем. Такой у нас сегодня будет ужин здесь. У меня просто листья салата, помидоры, огурцы, все закончились. Ну, я тут кунжут, кунжут, оливковое масло, соль и яйца пожарила себе. Затем хлеб с колбасой и сыр. И на десерт у нас будут тут. И будет клубника и вишня. Вишня, кстати, очень вкусная и клубника тоже. Вот. Сейчас садимся кушать, тоже кушать. Всем приятного аппетита. Привет, всем добро. У меня на плане сегодня эту лаванду пересадить. Я ее тут оставила. Она у меня несколько недель стояла. Уже засыхает. Вот так вот случается, если сразу не сделаешь дела. Здесь 4 штучки. И я хочу ее сейчас посадить вот сюда. Я уже тут все вытащила. Хотела вот сюда прям в грунт посадить. Камни отсюда убрать. Эти кушки убрать и сюда ее посадить. Надеюсь, что она растрастется, как вот это. Вот это прям шикарная лаванда у меня естественного сорта. Это только сейчас будет начинать цвести. Это уже отцветает. Смотрите, какая у меня в этом году красивая-прекрасивая роза. Она просто... Особенно, когда с нашего окна на нее смотришь. Ну, со спанией. Она вообще просто шикарная. Здесь вот такие вот. Ну, конечно, уже много отцветает. Но вообще, я эту розу очень люблю. Она хорошо пахнет. И самолет. Она хорошо пахнет, долго цветет. И быстро растет. Так что я хочу вот эту салаганду сделать. И, конечно, пособирать уже какие-то листочки. Это нужно без конца делать, чтобы все тут опрятно выглядело. А с этой стороны у меня уже немного подрастает гортензия. Я ее в том году покупала. Вот такой. Такая мне она понравилась. Еще даже немного расцветает. Но и она так сильно заморозилась. Она вот такая вообще маленькая была. Но, надеюсь, отрастет. Я ее тоже хочу удобрить. Камни здесь убрала. И хочу вот так вот лавену посадить. Четыре костика. Я думала, как раз будет хорошо, если она все разрастется. Да, наверное, вот этот материал я уберу. Потому что с ним, или хотя бы так все стоит, я не знаю. Посмотрю, как. Потому что с ним я здесь уже лавенду сажала. И она всегда у меня помирает. Умирает. Поэтому, не знаю, наверное, уберу. И потом камушки наверх. Столько конвейных собирала. И потом камушки наверх. Просто определю, и все. А еще у меня вот такие вот тут штучки бегают. Даже сейчас не вижу. Такие вот много у них ножек. И они вообще-то... Хорошо, если они живут в таких вот местах. Но если их сильно много, то они тоже съедают. Ну, все новые листики и все такое. Поэтому я немного сюда добавлю бакпульва. Соду, чтобы они исчезли. Чтобы не так много здесь было. Так что будем заниматься дальше. Я здесь закончила посудимую лаванду. Теперь буду каждый день перебать. Ну, уже ее тоже утоплила. И надеюсь, она у меня здесь будет наконец-то расти. Ребят, всем привет. У нас сегодня такой вот будет обед. Здесь я сделала такие... Что-то из цукини. Тут одно яйцо. Один цукини. Потом немного муки. Соль, перец. Чеснок. И немного еще соды. И еще сделала такую вот намазку. Это сметана, творог, чеснок немного и укроп. Такая вот вкусненькая у нас сегодня еда будет. Тут тоже кушать. Всем приятного аппетита. Ребята, всем привет. У нас вот такой вот сегодня очень вкусный будет ужин. Здесь я сделала салат. Просто листья салата. Зелень, лук, петрушка, морковка. Паприка. Помидоры, огурцы, кунец, фетосыр и яйцо. А, еще авокадо. Вот когда еще там? Масло и лимонный сок. И очень вкусный салат. Я его обожаю. Затем мы решили пачку чипсов открыть, потому что... Ну, захотели. Чипсы открыли. Лимонная вода. Ну, простая минеральная вода и лимон туда. И на десерт у нас будет клубничка. Ну, остатки еще. И также дынька. Сейчас кушаем. Кто тоже кушает, всем приятного аппетита. Субтитры подогнал Игорь Негода. Игорь Негода. Ребята, всем доброе утро. Мы недавно только узнали, что у нас неподалеку, где мы живем, тоже есть фабрика, где можно покупать печенюшки, какие-то чипсы. И мы вчера туда заехали и немного чего купили. Сейчас я вам покажу, что купили. А здесь вот эти пакеты мы покупали так завернутые, они были закрыты и просто так, что купили. Итак, эта фабрика называется Лоренс. И мы купили вот такую вот выпечку, это соленые печенюшки за евро сорок девять. Я не хочу прям сказать, что там все такое дешевое, но, например, какие-то там печенья, которые второй сорт или шоколад, там довольно-таки хорошие цены. Вот эти вот печенюшки, это не второй сорт, а стоили евро сорок девять. Потом вот эти чипсы нам дали в подарок, просто так. Так, вот эти стоили. Вот эти мы очень любим, но в последнее время с Lidl покупали просто марка Lidl. Они совсем невкусные, а вот эти хорошие. Они стоят евро двадцать девять, а в магазине, если я не ошибаюсь, они стоят евро девяносто девять. Так, а затем какую-то новинку купили. Вот такие вот конфетки, я знаю их, они с мятой бывают, иногда с клубникой, а это прям с, как ее, со смородиной. Да, просто смородина, мят здесь нету. Стоили два двадцать девять. И вот такой вот сорт взяли. Это апельсин и мята. Это мы повезем Фабиным родителям, а это моим родителям. Так, что у нас дальше? Дальше мы купили кусочки поломанного шоколада. Вот так он выглядит. Просто какие-то шоколадки не делают, а что остается. Вот такие вот куски шоколада. Мы вчера уже с Фабиным кушали. Обалденный шоколад, очень вкусно, с таким орехом. Прям вкусно-вкусно. 6 килограмм за 6,99 – хорошая цена. Поэтому мы взяли. Затем взяли вот таких вот. Три коробки. Я все вытаскивать не буду. Это три коробки с печеньем. Тут килограмм печенья. Ну, второй сорт. Может быть, какой-то отломился. Знаете, такие вот железные коробки есть от Ламбрец. И там вот такие разные печенюшки. И вот эти печенюшки, может, отвалился что-то. Или не ровно такое. Они вот тут находятся. Килограмм за 3,99. Купили таких три коробки. Ну, для родителей, для нас. И купили еще вот такие вот мишки. Вкусняшки. Это черная и красная смородина. Они с кислинкой. За 6,99 и здесь тоже килограмм. Там много разных сортов было. Но мы взяли этот сорт. Так, что все мы купили как бы на развес. И потом просто пакеты. Вот этот пакет с чипсами мы взяли. За 7,50. Здесь разные сорта. Вот такие вот чипсы, такие картошки. Как помысл, я говорю. Два сорта. С сыром. С травами какими-то. Потом вот такая вот выпеча с кунжутом. А здесь еще орешки есть. Такие же чипсы, как у нас уже там лежат. Но это горькие, острые. Затем с луком и со смертаной, я так говорю. Так. Вот эти чипсы с солью. И еще два вот таких сорта. С паприкой и с... Такие немножко сладковатые. Да. За 7,50 это нехорошая обменация. Потому что если считать, каждая пачка, даже сколько они стоят? Полторы евро. Я не знаю. Мы чипсы сейчас не покупаем. Ну вот уже шесть пачек. Это уже шесть евро. И потом еще пять маленьких пачечек. И еще орехи. Так что я думаю, нормально. И вот этот пакет. Этот пакет был полу-презыкатом. Пакет закрытый. Но мы вчера просто не выдержали. Уже открыли. Этот пакет стоил 10 евро. Здесь находится. Вот такие вот чипсы. Ну тоже как помысл. Просто картошка. Нет, это бута, масло и хуник. Мед. Масло на мед. Вот такие же пачечки, которые мы покупали. За евро 49. Вот такой вот кекс с марципаном. Они стоили там евро 99. А в магазинах, я думаю, они 2,29 стоят. Если я не ошибаюсь. От пальцев. Это, кстати, фирма, я не знаю, говорила, не говорила. Лоренс называется. Так. Вот такие вот печенюшки тоже. Вафельки. Ну вот посчитали. Наверное, здесь обошлось примерно 13 евро. Если так, по их ценам, которые там у них в магазине, примерно 13 евро этот пакет стоит. А мы его за 10 купили. Вот он такой вот набор вот таких вот печень. Ну и вот я говорю, здесь будут по типу вот в этих банках, по пачках, типа вот такие вот печеньки. Ну у них еще другие сорта есть здесь находиться. Но они будут немного побиты. Так. Затем вот такой вот набор нам достался. Тут всякие чипсы, орешки. Тоже вкусненькие. Потом одна шоколадка от Линд. Молочный шоколад простой. И четыре конфетки от Линд. Темный шоколад. Линдор. 70% какао. И 60%. 70% какао. 60% какао. Так что вот так мы прошли немного прогулялись. За это все мы отдали почти 52 евро. Ну я считаю, нормально мы купили. Нам это на несколько недель хватит. И мы конечно поделимся еще с родителями. С Павианом родителями, с моими. Так что да. Мы даже не знали. И узнали теперь. Наверное будем туда теперь почаще ездить. Привет. Всем привет. У нас сегодня такой вот будет обед. Здесь я просто сварила картошку. Грибочки еще было поджарила. Помидор. Вот этот соус вчера еще делала. Остатки остались. И рыбные палочки. Я поджарила. И все так быстро. Но тоже очень вкусно получается. Сейчас мы садимся кушать. Тоже кушать. Всем приятного аппетита. Ребят, всем привет. Сегодня ничего не хотела готовить. И сделала нам вот такую вот лепешку. Это просто такой вот хлеб или лепешка такая вот. Ну типа как лаваш. И здесь я собирала, что у нас в холодильнике осталось. Немного такой вот томатной песту, салями, пепперони и еще немного сыра. И вот так вторую лепешку закрыла. Так что вот такой у нас сегодня ужин был. И кто тоже кушает, всем приятного аппетита.